Семёна Теодоровича Альтова Семёна Теодоровича Столько замечательных, очень занятых людей И если сегодня вы хотя бы на два часа забудете о том, что творится за стенами этого зала Мы будем считать, что вечер удался Я сегодня, как бы, в основном, наверное, немножко буду читать Здесь масса замечательных людей, которые это делают лучше, чем я Хотя Валентина Ивановна предпочитает моё исполнение У неё хороший вкус С удовольствием читаю эту историю, да как бы типы мужчин Сексуальной и эротической точки зрения Первый тип называется попугайчик Мужчина беспокойный и сексуальный Точнее, сексуально беспокойный В самый неподходящий момент спрашивают у женщины Хорошо ли ей с ним Она, захваченной страстью, шепчет Хорошо, хорошо Он переспрашивает Хорошо, так как ни с кем Женщина бормочет, не сбиваясь с ритма Так как ни с кем Так как ни с кем Не обманываешь? Правда, так хорошо, как ни с кем хорошо не было Или хорошо, так как с кем? Или как ни с кем? В результате женщина кричит Плохо мне с тобой, плохо Он допытывается Плохо, так как ни с кем? Да, как ни с кем Здесь он успокаивается и шепчет Так я и знал Кстати, есть точно такой же тип женщин-попугайчиков Они добиваются положительного ответа Да, хорошо Столько раз, пока не перейдёт в отрицательный Такое ощущение, что они вступают в интимные отношения Для того, чтобы убедиться, что хуже, чем с ними Ни с кем быть не может Особенно хороши в постели два попугайчика Он и она Сквозь поцелуй страстно пытает друг друга Насколько с ними нехорошо Убедивших же соперников у них в мире нет Получает полное взаимное удовлетворение Следующий тип называется Аполлон Нифологически красив Никаких изъянов снаружи Гладкий, как морская галька Зная, что хорош И приглашая всех полюбоваться собой, как произведением искусства Ну, представьте, вы пришли в Эрмитаж Ну, вернее, Эрмитаж пришёл к вам Не сомневается, что женщина ласка его прелести Получает неземное наслаждение Поэтому в постели не мешает любить себя Лежит бревном, на котором написано Что хотите, то со мной и делайте Раз уж вам так повезло Ум отсутствует за ненадобностью Его слегка заменяет мускулой К тому же от ума, как известно, мысли, морщины, прочие дефекты А так кожа гладкая, что на попке, что на лице Любит летом возникнуть из моря В сверкающей каплях воды Сохнут луча в солнце девичий глаз Балдеет себя вместе с народом Знаю, что на его фоне любит фотографироваться Поэтому периодически застывает, подняв красивую ногу Вызываю у собак восхищение Умная женщина с хорошим вкусом Любит приглашать его в гости И ставить с бокалом в углу рядом с напольной вазой Получается замечательный гибана И последний тип называется сержант В постели все до строки подтянут С ним хорошо слабы женщины, которые любят повиноваться Все четко и по команде Налево, направо, ровнять, целую, кругом стоять Вольно Да, нету шарма, нету романтики Зато каждый день в одно время и без выкрутаться Ну, правда, с годами команды становится все короче Это тот редкий случай, когда чем выше звание, тем скромнее возможности В ночном небе загудел самолет Наши полетели Сказала полевая мышь дочке Наши это кто? Как это? Летучие мыши? А разве мыши летают? Когда сильно мечтаешь, она непременно произойдет На утро мышка села у норки Этого мечтать, как она полетит Мимо шла кошка У нее тоже была мечта Пожрать Ее мечта тоже сбылась Сбылась и при этом мечта мышки Трудно сказать От того, что мечты у всех разные Нередко происходят трагедии Запомните совет Прежде чем мечтать Посмотрите по сторонам Убедитесь, что поблизости Никто не мечтает Аначе мечты сбудутся Но не уверен, что ваши Спасибо На сцене мастер перевоплощений Человек с тысячу лиц Неподражаемый Роман Карцев Сейчас компьютеры, пейджеры, мобильники Для писателей приспособлений больше, чем самих писателей А писателей все меньше и меньше Когда-то, макая перо в чернилицу Обдумывали каждое слово Зато на века Пользуйся пером, Сеня И обдумывай каждое слово За которое ты будешь потом отвечать Я счастлив, что работаю в спектакле Семена Альтова под названием Зал ожидания Это аэропорт Откуда никто никуда не вылетает Не прилетает Какой-то Сомалинск не принимает Все сидят Свадьбы Люди пошли в школу Рожают детей А все время объявляется Самолеты не летают Не прилетают Пролетают Задержка Задерживается рейс А я тоже как пассажир Женщина, шо вы шумите? Мы вообще в последний раз летим Шо вы шумите? Мы завтра идем в капремон Шо вы шумите? Мне рассказывали случай, когда летчика Командира корабля ввели просто под руки Самолет И все спрашивают пассажиры, шо он полетит в таком состоянии? Он говорит, конечно полетит В таком состоянии Они говорят, вы бы его видели вчера Еще один персонаж Который звонит И звонит в Нью-Йорк Алло, алло, алло Алло, алло Мишаня, Мишаня Мишаня Что-то у вас эхо Какое-то эхо у вас там Мишаня Это ты? Не узнал меня? Ну узнаешь Ну ладно Узнал, все, слава богу Нет, я не в Нью-Йорке Нет, я не в Нью-Йорке Я вообще никуда не лечу Я сижу здесь уже три года Я никуда не лечу Я решил тебе позвонить Как там наши? Только быстро Два доллара минута Ты понял? Только быстро Что ты еще пеляешь? Ты в кресле? У стоматолога? Тебя уже заморозили? А я уже звоню Давай рассказывай Как там наши? Только быстро Давай быстро Так Как-то теорита Отмучилась? Совсем отмучилась? А, доставили лекарство И сердцем она отмучилась Отмучилась Слава богу Дальше давай У нее же ноги были И Наталья отмучилась Все, дальше давай Дальше, только быстро Быстро давай Сеню посадили? За что? Он же микробиолог Торговал микробами? Склонировал соседку? К чему? Клонировал? Тьфу ты, господи Ну давай же Четче говори Давай быстро Роза родила 70 лет? У вас такие врачи? Или это такая Роза? Не надо мне рассказывать Гляну ребенка Не надо Мне не интересует Кончайте с ребенка и с Розой У меня уже 7 долларов Ушло псу под хвост Дальше давай Только быстро Быстро давай Гриша ушел Скрипачи Так резко Он же был повар У него ни слуха, ничего А он на кладбище играет Это другое дело Там слух уже не нужен никому Ему тоже Дальше давай Дальше только Что ты там сидишь В кресле Что ты там делаешь Импланты вставляешь Это же дорогая вещь Это железяки Которые вкручиваются Вместо зубов В мозги Это же дорого Четыре импланта Сколько ты дал Сколько Сколько Так у тебя Пежо во рту У тебя во рту Пежо Это твое дело Я не вмешиваюсь Давай дальше Ладно Ладно Дальше давай Не надо Не надо мне про Иру Не надо рассказывать мне про Иру Она мне испортила всю жизнь Все Сожгла дом Зачем Чтобы получить страховку И получила 5 лет Ну это Это и все Она застраховалась на 5 лет Все Дальше давай Вы Папа как Тоже протезы Но уже глаза были 5 имплантов С ума сошли Так у вас 2 Пежо У вас 2 Пежо А он подрался Ему вывели имплант У вас одна машина осталась Да у вас одна машина Боря давай Боря как Боря умер Ты с ума сошел Боря Я вчера с ним говорил Боря продал почку Чтоб разбогатеть Ты с ума сошел Боря 12 лет Сердобольский Я звоню Сердобольским Ты кто? Клод Слокен Какой Клод Слокен Я Сердобольским звоню Ты Клод Слокен Клод Слокен Чтоб ты сдох Вместе со своими Родственниками У меня на твои болячки Ушло 15 долларов Слава Богу Что это у тебя По теории вероятности У меня должно быть все хорошо Бросай трубу Клод Слокен 15 долларов Дал Чтоб успокоиться АПЛОДИСМЕНТЫ Обладатель лучшей фигуры Среди юмористов Мистер Универсал Драматический актер Певец Восхождение на Олимп Обязан монологу Альтова Кающаяся Мария Магдалина Ефим Шифрин АПЛОДИСМЕНТЫ Этим летом я был В Греции И привез вот такой сувенир Для Семена Вот здесь начертаны Буквы древнегреческого Алфавита Если их сложить Нужным образом То получится Поэма Гомера Ильиада Это с этой стороны А вот с этой стороны Одиссея А вот с этой стороны Нет, наоборот Простите Ну Классику положено Перед сном читать Классика У нас сегодня Празднует Свой замечательный юбилей Живой классик Петербуржец Семен Альт Я как актер В репертуаре Которого много Произведений Семена Альту Желаю ему Только того Что может пожелать актер Вдохновение И немножко удачи Это Недавно С женой Сидим Чай пьем Вдруг Твонок в дверь Я думаю Кто в этом мог быть Родители умерли Детей нет Открываю На пороге Двое В масках С автоматами Можно войти Сегодня вечер Проведем вместе Это просьба жены? Нет Приехал Джордж Буш Мы вроде Не приглашали Кортеж Проедет по вашей улице По инструкции Отвечаем за безопасность Вдруг террорист Из вашего окна Стрельнет Или жена Психанет Ну Хоть не прошенные Все-таки гости Моя Я так козыряю Бедрами Идет к холодильнику Спецназ На перерез В холодильник Ворвался первым Как чувствовал Здесь холодец С хреном Ну Если спецназ Уничтожает противника Так как холодец С хреном Страна в безопасности Ну Я предлагаю Гостям По рюмочке Не На работе Нельзя А я Выпил Не каждый день Из твоей квартиры По бушу Стреляют И тут вижу На соседней крыше Что-то шевелится Я так пальцами По столу Стучу Этот спецназ Стучит По лбу Это наш сотрудник С овчаркой Лаймы Ну Че Выпил За лайму За сотрудника Чувствую Лично Я к визиту Буша готов Интересно Как остальные Попросил у спецназовца Оружие Через оптический прицел Оценил обстановку В доме напротив Ну Соседка из душа Выходит О таком увеличении Не смело мечтать У нее камни В почках Ну че Пришло время Укладываться Я так в шутку говорю Спать тоже будем вместе Вместе По инструкции положим Ну Жена покраснела Раз по инструкции положим Ну Самой глаз горит Когда я раздевался Вежливо отвернулись На жену так в упор Ну Я чувствую Что не доверяют Ей так Как мне Ну Легли Один со мной Другой за женой Схоронился Только дуло Автомата Подрагивает Молодой человек Держите дистанцию По инструкции Можем использовать Складки местных Ну я не знаю По инструкции вышло Или нет Ну такое Кулаком Спецназовцу В глаз А им Обувь Четыре руки Кто первым Нажал на курок Неизвестно И надо Так совпало Как раз Буш Внизу Подоспел Пуля витрину Пробила Небо В спороле Прожектора Стрельба Отсюду Вообще Это Счастье Что еще Никто не пострадал Представляете Метка Правда Улица Встала На капремонт Не Я теперь Новости По телевизору Очень внимательно Слышал Потому что В этом мире Мы все Повязаны Я вот так Услышал Что Буш К нам в гости Засобирался Я сразу Жену На дачу И в погреб Прячу Да Потому что Если У американцев С президентом Что-то не так У них есть Вице-президент А жена У меня Одна А говорят Что все Старые Старые Сейчас же Медицина Пластическая Хирургия Предлагает Вторую Третью Молодость Сейчас же Нет такой части Тела Которую Нельзя было бы Заменить Или обновить Полностью Ну а что Тут стесняться Все свои Вот Одной даме Ну Поскольку Муж не мог На ней Сосредоточиться Пластические Хирурги Умяли Фундамент С нескольких Стульев До упругости Меча Волейболе При виде Этой дамы В каждом Мужике Просыпался Волейболист Ну конечно Даме Приятен Такой знак Внимай Вот возьмем Бюст Гордость Женщин Погибель Мужчин Не каждой Женщине Бог дал Полновесную Грусть Ну а что Тут стесняться Все свои Вот медицина Пластическая Хирургия Предлагает Раздуть Женские Прелести По Прескуранту Такой Бюст Отгрохает Уходя Застрянет В дверях Одна Щуплая Дама На старости Решилась На операцию Врачи Врачи Вкололи Ей Грудь Содержащая Вещество И на Чисто Чисто Играешь В наперстки Угадай Откуда Она Появится Слева Справа Из-под Мы Конечно В старости Молодость Не просто Так Дается Морщины На лбу Подобрали Брови Насупились Вот Ей Весело А вид Такой Мол Всех Ненавижу Проблемы С ртом Кожа Натянута Так Что при улыбке Уши Сходятся На затылке Где И без Того Копчик Поэтому Молодух После Пластической Операции Лучше Руками Не трогать Есть Опасность Коснуться Того Чего Не Хотел Если Девчушка С Косичкой Дребезжащим Голосом Просит вас Перевести Ее Через Дорогу Переведить Старость Нужно Ухажать Как бы Молода Она Не Выглядит Уже Точно Установлены Наукой Тембр Голоса Семена Альтова Мужчина Успокаивает А Женщин Возбуждает Семен Альтов 38 лет Леня Козлович Со своим Семейством Честно Прожил Коммунальной Квартире На 25 Человек Шанс На расселение Был один Если Дом Треснет Жильцы Дебоширили Как могли Раскачивая Здание Его Слава Богу Дом Треснул И пошел Под капитальный Ремонт В понедельник Леня Радостный Как предпраздничный День Вошел В отдел Распределения Жилплощади Принимал Инспектор Чудоев МП Небольшие Карии Глазки Его Косили Так Что Встретиться С Максимом Петровичем Глазами Практически Было Невозможно То есть Посидитель Видел Чудоева А вот Видели Чудоев Посидителя Поручиться Было Нельзя Леня Прошептал На ухо Знаю Что Нельзя Но Очень Хочется Умереть В Трехкомнатной Максим Петрович Развел Глаза В стороны И Сказал Если бы Вы были Матерью Героин Или Хотя бы Идиотом Со справку А если Вы Нормальничек Увы Ничем Помочь Не могу И тут Леня Выблеснула Себя Фразу Бессмысленную До Гениальности Максим Петрович Размеры Мои благодарности Будут Безграничны В пределах Разумного Зайдите Четвер После трех И не забудьте Размеры Границ Дома Леня Сказал Жене Люсь Падли В обморок Я выпил Трехкомнатную Люся Как при команде В воздух Рухнула На пол Ленчик Раз ты Что-то Задумал Нам И Однокомнат Никогда Не дадут У тебя Как на грех Лег Курка Из ничего Бац И беда Цыц Сначала Послушай А потом Выбивайся Тут все чисто Но придется Немного дать А что ты Пообещал Я сказал Размеры Моей благодарности Будут Безграничны В пределах Разумного Переведи С идиотского На русский Сколько Это в рублях А я откуда Знаю Сколько У нас Заначки Осталось 105 рублей Значит Столько И получат Люся Заплакала Ленчик Тебя посадят Ты не умеешь Давать Тебя возьмут Еще в лифте В автобусе А задачу Взятки От трех До восьми лет Значит Тебя дадут Десять Ленчик На кого Ты нас Бросаешь Я никогда В жизни Не мог Не дать Не взять Вспомню Дубленку Которую Ты мне достал По дешевке За шесть тысяч рублей Этот кошмарный Простреленный Милицейский Тулуп Который еле Продали Через год За тысячу рублей Вместе со шкафом Что делай По совету Если ты такая умная А что если Взятки В конвертах дают Так вот Сунь Это вместо денег Сложенную газету Заклей Отдай конверт Только после того Как получишь ордер И беги Не станет Он орать Что взятки Ему не додали Молодец Людка Номер Эстрокласса За трекомнатную Газета Советский Спорт За ночь Люся На всякий случай Подготовила Три конверта С газетами Сложенными Под взятку На завтра Леня Трясаяся Страх Вошел в кабинет Вопрос Решен положительно Сказал Максим Петрович Осталось подписать У Новожилова И все Максим Петрович Так вы больше подписали И тогда Размер моих границ Не имел бы Никакой благодарности Чедоев вернулся Через пять минут И помахал Перед носом Лене Подписанным Устно пахнущим Ордером Там была написана Трехкомнатная Леня потянула За ордером Но Максим Петрович Узумленно Глянул в ящик стола Потом на Леню Как бы прикидывая Войдет Леня В ящик Или не войдет Выхватив ордер Леня бросил В ящик Пухлый конверт И бядя с дверям Бормотал Большое спасибочка Загадите еще И тут Как из-под земли Выросли двое И хором Сказали Не с места Старший Ласково поманил Людей из очереди Отчетно Чтобы они разделили Его радость Будете понятыми Подтвердите Дачу взятки Младший Оперативник Открыл ящики Достал оттуда Конверт Ваш Лене кивнул Старший Жест на Профессионального Фокусника Загадал рукава Чтобы все Убедили Что в рукавах У него Ничего нет И ловко Скрыв Конверт Бережно Достал Аккуратно Сложенный Советский Спорт Подмигнув Понятым Давая понять Что фокус Еще впереди Он начал Нежно Разворачивать Газетный Лист Понятые Распахнув Рты С огоньком Людой Справедливости В глазах Ждали Финала Ничто Не делает Нас Такими Честными Как Чужое Преступление Наконец Газета Была Развернута Два Полные Печатных Листа Работник ОБХСС Тупо Оглядел Газету С обеих Сторон Ударил Бумагу Ладонью И начал Трясти Надеюсь Что посыпятся Денежки Увы Фокус Не удался Синист Чтобы я Сгорел По моему Это советский Спорт Сделан Смелый Вывод Максим Петрович Для которого Этот вывод Был еще Более Неожиданным Чем для Остальных Недоверчив Потрогал Газету Рукой Ущипнул Себя Работник ОБХСС И к нему Вернулся До речи Естественно Это советский Спорт Я с детства Мечтал Его прочитать И товарищ Любезно Принес Как мы С ним И договорились Мечтал Младший Работник ОБХСС С лицом Человека Похоронившего Задим Всех Родственников Машинально Сложил Газету Сунул Конверт И бросил В ящик Стола В глазах Его Стояли Слезы А Максим Петрович Бросился К Лене И долго Дряс С его Руку Спасибо За газету Даже не знаю Как вас Благодарить Просто не представляю Как бы жил Без этой Газеты Леня Сказал Мне еще Журнал Огонек Есть Могу Принести Нет Нет Это же Будет Статья Правда Товарищи Вы Заберите Свой Конверт Мне Чужого Не Надо Максим Петрович Сумал Конверт Обратно Лене В карман Старший Покрасил Чудовым Пальцем Все Свободны Хотя Конечно Жаль Дома Леня Сватил Жену Вахап И загружил По комнате Люська Трекомнатная Держи Прочитав Текст Люся Заплакала Любименький Такая Удача И ты На Свободе Леня Плютал Борщ И Левес Рассказывал Как все Было Представляешь Жучина Говори Чтобы вы Ничего Не подумали Я Возвращаю Вам Пятьдесят Штук Ленечка Здесь Пятьдесят Тысяч Рублей Ты Кого Ты Нечаянно Убил Люся Приготовилась Плакать Леня Медленно Лил Борщ Из Ложки На Брюки Не Отрываясь Глядя На Невиданные Деньги Может Это Инспектор Тебе Взятку Дал За То Что Ты Его Спас Вот Значит Как Оно У него В ящике Лежала Чья-то Взятка В таком же Конверте Он Испугался Что Станут Искать И Сунул Конверт Мне В карман Вот Сволочь Не Отдам Это Нам На Новоселье У Тобок Рисес Ленчик Люся Привычно Опустилась На Колени Узнаешь Что Ты Трехкомнатную Получилась За Это Взятку Взял Закон Еще Стадили Тебе Не Придумали Не Отдам Леня Смотрел На Жену Из Подлобья В Кое-то Веке Мне Дали Взятку Когда Еще Получу Не Все Взятки Давать Нечестным Людям Пора Уже И Честным Давать Ой Ленчик Не Гони За Длинным Рублем Дороже Выйдет Они Бронили Целый День И Даже Ночью К утру Леня Сдался В конце Рабочего Дня Вошел Кабинет Чудоев И Сказал Подавите Своим Конвертом У нас Таких Куры Не Клюет Максим Петрович Воровато Закосив Глаза За Спину Протянул Руку И В тот же Миг Кабинет Откуда-то Сверху Прыгнули Два Человека Дышавших Так Тяжело Будто Они Суд Игнались Друг за Другом Это Были Все Те Ж Работники ОБХСС Старший Прокрепел Попрошу Конвертик Дорогие Мои Товарищи Младший Дрожащими Руками Открыл Конверт Затрясым В воздухе Максим Петрович Рухнул Кресло Леня Зажмурился Тяжкий Стон Заставил Его Открыть Глаза Из Конверта Выпадал Советский Спорт У Работников ОБХСС Было такое выражение лица Выражение даже не лица Чёрт знает чего Максим Петрович Косел окончательно Его глаза смотрели Уже не наискось А вовнутрь И тут Леня начал смеяться Он-то понял в чём дело По рассеянности Он взял вместо Конверта с деньгами И тот запасной Конверт с газеты Который Люся приготовила В прошлый раз Леня смеялся Как ненормальный Выходит конверт с деньгами Который лежал рядом Он по ошибке Бросил утром Мусоропровод Я же всё время Говорил Люське Со мной Не пропадёшь Я хочу пригласить На сцену человека Которого любят все Взрослые Взрослые Дети Женщины Животные Инопланетяне Его любят все А он любит только Одного Альтова Человек-оркестр Юрий Кальцев Аплодисменты Аплодисменты Дорогие друзья Дорогие друзья Ну не слышу Ну не слышу Ну а Леонид Аркадьевич Вот на эту кнопочку Вот эта вот кнопочка Ага Нет-нет А вы вот здесь держите Вот так Семен Тадорович Вот так Вот так Во-во-во-во Можно нажимать Ага Пожалуйста Спасибо большое Спасибо Дорогие друзья Дмитрий Семен Тадорович Посказал такую шутку Говорит Юра Рок-н-ролл Ну что вы сочиняете Песни Все какие-то Нескладушки Побритушки А может быть Просто взять Владимира Владимировича Маяковского Рок-н-ролл И Маяковский По-моему Это будет здорово Я вовкам бы выигрался Бюрократизм Мандатом почтения лет К любым чертям С матерями катись Любая бумажка Ну в этой По длинному фронту Купайкаю Человни-пучины Движется Знаю Паспорта И я знаю Свою Пурпурную Книжицу А приветствовать Юбиляра пришла Совершенно Потрясающая пара Десять лет вместе И все еще вместе Их знают все Они любят всех Илья Олейников Юрий Стоянов Семен Вот тебе Песочные часы Ролекс Экологически Чистые часы Они непростые Тут такой песочек И такое отверстие Цэр Что полностью песок Пересыпется Ровно за десять лет Когда у тебя Будет следующий юбилей Начинай готовиться Время Время Еще Есть Вы знаете Вы долго думали Какими словами Надо Поздравить И потом подумали Что Лучшие слова Для поздравления Будут слова Которые написал Семен Альтер Написал ты их Сенечка В 1984 Добрый вечер Дорогие друзья В эфире программа А правильно ли мы говорим Вообще Вот письмо Которое нам прислала Гражданка Паухова Из Костромы Она пишет Дорогая редакция Среди бела дня Ко мне Пристали Пьяные Хулиганы Оскорбляя меня Нецензурными словами Они Задели Мою честь От обид Я хочу Наложить на себя Руки А как бы вы Поступили на моем месте Спрашивает Наташа Вот пожалуйста Ваши комментарии Ну Наташа До вашем месте Мы бы Во-первых Не поступили А поступили От слова Поступь А где заступь И уж конечно Вы бы Дописали Бесте Сьет До конца А не с и Третье склонение Предложный Падешь Пожалуйста Да Ну вот Далее Наталья пишет Они Задели Мою честь Вот о какой Собственной чести Идет речь Ну если Если о девичьей Девичьей То Оставляя Задачи Ее Не потерять Не потерять А Задевать Девичью честь Можно Сколько угодно Пожалуйста До До Товарищи И Наташенька Есть Еще Так Называемая Боинская Честь Ее В отличии От девичей Обязаны Отдавать Отдавать И даче Могут быть Неприятности Лучше Отдать Итак Как бы сказать Подводя итог Тому что вы сказали Так сказать Можно Комментировать Это так Честь Отдают Теряют А что там Задели У Наташи Это совершенно Непонятно И главное Чем Вот может быть Тем что Как она Пишет Меня Оскорбляли Нецензурными Словами А какие бы еще Какие бы еще Удаст Все слова Аги Децензурные Почему Почему Удаст В стране Цензуды Дет Поэтому Все слова Вообще Все Децензурные Все Замечательно Это тоже Нецензурное слово Любое Вот еще Одно Совершенно Удивительное Письмо От представителя Малого Бизнеса Анатолия Крижанкова Из города Улан-Удэ Вот он нам пишет Я решил Закупить Крупную партию Огурцов Для продажи Но когда Подошла Моя очередь На складе Огурцы На мне Кончились Почему Почему На мне Всегда Все Кончается Спрашивает Бизнесмен Крижанков Это безусловно Это жгучий вопрос Отвечаю Как ибо Крижанков Огурцы Крижанков Крижанков Закончится Где Могли Они Где Набас Начинались Поэтому Никак Не могут Набас Кончиться Огурцы Кончаются Где Наком Чом А у Кого Чего В данном В случае У Кнадавщика Вот у кого Действительно Все может Кончиться Все что угодно Так что Так что Пусть все лучше Кончается На вас Уважаемый Бизнесмен Крижанков Чем так Как закончилось У кладобщицы Сипугиной Из Ростова На Дону Которая В настоящее время Пишет нам Регулярно Письма Из-под Магадана Замечательное Письмо Да Вот это письмо Вы тоже Обратили внимание Письмо Хит Это удивительное Письмо От гражданки Киселевой Из города Орехово-Зуево Московской области Вот она Пишет нам Будучи проездом В автобусе Маршрута Номер 3 Которого Не было 50 минут Я еле Влезла В него Причем Далеко не вся Хорошо еще Что ухватилась Рукой за поручень Впоследствии Оказавшийся Мужским коленом И вдруг Гражданин В чем-то белом Судя по вкусу В сметане Спросил меня Вы сейчас Сходите Ну я ему Ответила Вежливо Насколько Позволял Зонтик Во рту Что правильно Горить Не сходите А выходите И тут вот Между гражданкой Киселевой И этим Мужчиной В сметане Очевидно Началась Какая-то Такая Очень Оживленная Дискуссия Потому что Вот далее Киселева Извиняется За почерк Медсестры Которая Под ее Диктовку Пишет Это письмо Поскольку Сама Киселева После дискуссии Теперь не может Ни читать Ни писать Ни сидеть Действительно До каких Пор Мы будем Дискутировать О правильном Произношении Сходите Или Выходите Конечно Выходят Выходят Из чего-нибудь В данном случае Из-за вхолки Выйти можно Еще из себя Вот далее Совершенно верно Вот далее Она так и пишет Она пишет Что Гражданин Сметане Вышел из себя Когда я Огрела его Кофемолкой По башке После того Как он Назвал меня Свинячьей рожей Можно ли было Меня так называть Спрашивает Киселева Свинячьей рожей Давайте Давайте разберемся В этом интересней Чтобы опросить Можно ли было Вас Женщину Так называть Спинячья рожа Конечно Конечно Категорически Нельзя Я тоже Думаю Как это Женщина Свинячья По первых Не Свинячья Конечно А Свиная Ну Мы же Не говорим Свинячья кожа Не говорим Нет Свинячий шашлык Нет Свинячья Отбивная Мы так не говорим Как мы говорим Мы говорим Свиная кожа Свиной шашлык Свиная Свиная Отбивная Отбивная Да 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 Так что Будь он Грамотным Воспитанным Человеком И мужчиной Он бы конечно Ни в коем случае Не дозвал бы вас Свинячь Свиняя 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 И уж конечно Никак не рожа Товарищ Не рожа Мода Мода Потому что Головная часть Животного Называется как Исключительно Мода Вот А у свиньи Как мы знаем Еще и шкоды Мода называется как Рила Рила Давай Так что Товарищ Понимаете Надо выбирать Выражение Когда обращаешься К женщине Киргог Вы понимаете Что одно Небедное слово И вас могут Неправильно понять Кто-то И так сказать Накостылять уже Кофемолкой Подожек Ну и я надеюсь Что вы теперь Все поняли Что правильно Говорить Не свинячья Рожа А свиное Ры Ну или Рыльце В зависимости От размера Вашей морды Или хари Это уже такая Какая у вас Так что пишите И мы научим Вас говорить По-русски Вместе с Семеном Альтабы АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер Добрый вечер Дорогие друзья Естественно Сегодня Главная новость Это юбилей Нашего юбиляра Но в мире Происходят И другие события Короткий выпуск Новостей От Красной Бурды В Эрмитаже Обнаружен Еще один зал Процветание Экономически Невыгодно Увидеть Янтарную Комнату И упереть Скульптор Церетели Лепет Горбатова Россия Самая читающая Страна В туалете Российские Кондитеры В шоколаде Российские Скотоводы Нет Американские Армяне Требуют Называть себя Ара-американцами Дрессировщик Юрий Куклачев Наконец-то Засунул-таки Голову Кошке В пасть Кукушка Подкидывала Яйца До второго Этажа Лев Толстой Как зеркало Никуда Не годится Запой Вчера Сегодня Завтра И обычно То, что следует За новостями Это реклама Короткая рекламная пауза Несколько рекламных объявлений Со страниц Журнала Красная Бурда Свадьбы Похороны Постоянным клиентам Скидка Домашние кинотеатры По цене Обычных Семя русских человек Снимает квартир Звони дорогой телефон Спорази Исламбека Или Айгуль Смена пола Без хирургического вмешательства Уникальный комплекс Втягивающих И вытягивающих Упражнений По методу Китайских отшельников Русская семья Снимет русскую квартиру У русских Оплата в срок Чем и не русские Звонить по русскому телефону Говорить по русски Магазин в сто тысяч дверей Просто найди входную Господа и дамы Аптека номер 64 Приглашает вас Господа и дамы На распродажу Настойки боярышника Цены снижены на 10 копеек Проводится дегустация Меняю Мерседес Мерседес 600 На два по 300 Кто нашел В парке Горького Возле карусели Кольцо с бриллиантом 4000 карат Паспорт и права На имя Мордуховича Владимира Бумажник С тремя стами рублями И полиэтиленовый пакет С творогом и молоком Отдайте хотя бы кольцо Продам Автомобиль Белас После аварии Замарано правое колесо Большой симфонический оркестр Скрасит ваше одиночество Зимняя распродажа Ласт Купи ласты зимой Помоги нам Дайвинг-центр челюсти Приглашаем Руководителей Всех звеньев На бизнес-семинар Тема Повышение доходов Организаторов Бизнес-семинаров За счет Руководителей Всех звеньев Мы хотели Подарить Семену Теодоровичу Альтову От лица Авторского коллектива Красной Бурды С которым он Хорошо знаком В честь 60-летнего юбилея 60 журналов Красная Бурда А потом подумали 60, 60 И решили добавить Еще 60 А потом подумали И добавили еще 9 А больше у нас нет Дорогой Семен Теодорович Красная Бурда Вся ваша От корки До корки С ювелеем вас Коротенький полстранички Показывает диалог Характерный для супругов Которые прожили вместе Как минимум 10 лет Как ты думаешь Дорогой Свитер Брать с собой Бери Тебе хорошо Говорит бери А я в нем На юге запарюсь Не бери Ну днем-то жара Вечером Прохладно Без свитера Как пить Да Просто жуть И умру Бери Что ты заладил Бери Не бери А тебе плевать Жена умрет Или нет Хочешь это меня избавиться Убийца Солнышко Дело как тебе удобно Боже мой Такую мелочь Он не может решить Самостоятельно Брать же мне свитер Или не брать Чтоб ты сгорела Бери Пожалуй Ты прав Чего таскать с собой лишнее Верно Не возьму Записал почти буквально Это правда было весной Магазин Хостоваров Бомж Обмахивай С веткой Сирени Спрашивает Продавщицу Простите Вот это средство Тараканов На спирту Эффективное? Пока не жаловались А через сколько Подействует? На таракана? Ну предположим На таракана Через два часа Труб Нет Мне бы поделикатнее Я вечером жду даму Хочется, чтобы она Осталась со мной до утра Гварняга подбежала К пуделью Виляя хвостом Как дирижки кудрявый? Чем вы такие грустные? Под машину попал Чудом остался цел Видишь? Хвост Ампутировали Чудак Радуйся, что живой Нечем радоваться Хвоста нет Вы представляете Своим же друзьям Втюхали золотые часы Ролекс За восемь долларов Оказалось, они не золотые Швейцарские А чугунные Монгольские Через день Перестали тикать Вскрыл Внутри Дохлый кузнечик Который и тикал Хорошо, друг Приехал Погостить из Тамбова Сделал этот ролик С закрытыми глазами За 200 долларов Я ему Пять запасных Кузнечиков Сверху дал Как он благодарил Есть еще Порядочные люди В Тамбове Есть Сижу в кинотеатре Рядом девица Ноги от ушей Или уши до ног Словно красавицы Когда стемнело Ее руку на колено Плюх Слышу, затихло Значит, не против Мало того, чувствую Своей рукой Мое колено разглаживает И так все кино Я аж вспотел Свет загорелся Мама родная На моем колене Оказывается Была моя же рука Но два часа Кайфа словил Вы не поверите За год Ни одного случая Утопления Даже захлебывание Не произошло Нептун ко мне Ротвиллер Красавец Спасатель в пятом колене Сидеть Чуть кто в воде Забарахтался Нептун Мертвые хватки За волосы Тащих к берегу Месяц с прической Вытаскивал тела Более 100 килограмм В августе Спас 105 человек За один день Обратили внимание Никто не купается Жизнь дороже Совет для сиропчика Никогда не поворачивайся Тигру задом Тем более не с дома бежать Накроют прыжки Умри Но стой к нему передом Запомни Перед у тебя Здесь Боже упаси Испортить воздух Учует И не простит Смотри Зверю глаза не мигая Плюни морду Ударь ногой в пах Укуси Запомни Кто штаны наложит Последним Тот клетки главный И Старости От переживаний Морщины на лице Попереки вдоль Кожа дряблая А вот на ягодице До последних дней Упругая Гладкая Вот вам секрет молодости Не берите ничего в голову ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Уникальный номер Человек без страха Входящий в клетку со зрителем Укладывает на повал Любой зал Артист Бомба высокого класса Земля-воздух-зал Ребенком учился Грамотен на модологах Альтова Ян Арлазоров АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы знаете, когда меня Сеня пригласил В свой юбилей Я долго думал, что бы ему такое подарить Чего у него нет У него же все есть Ну вот, например, там Думал, чего у него нет Ну, Сеня здесь Ну, Кадиллак У него нет Нету И у меня нет, понимаешь? Тут трудно Надо же подарить то, чего у него нет А у меня есть Поэтому С подарком здесь тяжело Ну, можно что-нибудь поскромнее Так сказать Ну, я знаю, на юбилеях адрес дарят Вот Я видел, дарят адрес Так что у меня В общем, адрес есть АПЛОДИСМЕНТЫ И адрес человека Который будет Сеню Боготворить Каждый день говорить Что он лучший Что его произведение ему нравится Но вот Там сидит Лариса И его жена Говорит, что вот такой человек У Сени уже есть Это его жена Так что с девушкой Я этой Зря договаривался АПЛОДИСМЕНТЫ Можно было бы деньгами Просто выйти Интересно Есть у Сени деньги Или нет? Как вы думаете? Как он ответит? Правду Или как интеллигент Из Петербурга? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я потратил на подарок Я Потратил деньги На сценарий Фильма О Семёне Альте Фильм художественный Поэтому, так сказать Узнайте, да Чем отличается Дорогой фильм От обычного Обычный от дешёвого Знаете, когда Знаете, да? Ну, расскажите Ну, дорогой фильм Это когда В кадре взрывается Мерседес Обычный фильм Когда Мерседес Проезжает И за кадром взрывается А дешёвый Это когда Два мужика стоят Говорят Мы видели Как там Мерседес Здорово АПЛОДИСМЕНТЫ Поэтому, вот у меня На такой фильм Денег, так сказать На сценарий Хватило Но фильмы Занятые Хорошие Вот вообще Занятые были Артисты Вот Безруков Менщиков Гурченко Все занятые были Понимаете? Но Фильм Многосерийный Поэтому я по памяти Вам расскажу Чтобы долго Вас не отрывать От этого сценария Значит Первые Фильмы Первая серия Это Зарождение жизни Стоит Мужик С рюмкой И тост Зарождение Короткий фильм Такая серия Короткая В общем Могла Закадровый голос Вся природа Ждала Рождение Нового Семена Маленькая Мушка Маленькая Мушка Да какая Маленькая Мушка Старая Муха Головой Билось Стекло Два Часа Разворачивалось Снова Таранилось Стекло А молодая Зеленая Муха С другой стороны Открытого окна Наблюдала Как та Бошкой Бьется И не понимала Почему она Бьется Головой Об стекло Когда можно Она спросила А скажите А почему вы Бьетесь Головой Об стекло Когда можно Вылететь В открытое окно Старая Муха Уже Едва Вылететь Влететь Вылететь Каждый дурак Сможет Ради этого Живем А ты Попробуй Поработать Головой Отец Мой Бился Головой Об стекло Мальчик Покойная Билась Сколько Через Трудностей Можно Стать Человеком Вот Родится Семен Он Об этом Напишет Сеня Об этом Написал Значит Вот Сценарий Такой Что Там Значит Роддом Роддом И маленький Семен Представляете И он Кричит Как вы думаете Как закричал Семен А Как 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 Это когда Вы рождались Такой Кричит Я же Сказал Сеня Интеллигент Питерский Он вообще В обществе Не кричит Когда Сеня Рождился Он сказал Ну Сколько Можно Уже Давай Вторую Семен Вторая Серия Первая Любовь Первая Любовь В этой Серии Занят Семен И А Лариса Вот Видишь Как Ларис Ларис Василь Жена Это Последняя Любовь А я Говорю Сеня Это Писатель Поэтому Первая Любовь У нее Была К Печатному Слову Вот Эта Любовь А уже Потом После Этого После Того Как у Него Появилась Эта Любовь Вот Потом У него Появилась Любовь К Опять Лариса У тебя С женой Что-то Зациклило С Лариса Женой Женой Потом У него И появилась Любовь К Трудовой Деятельности А уже После Этого У него Возникло Настоящее Большое Чувство Любви К К Родине И вот После Этого Заканчивается Вторая Серия И начинается Третья Серия Триумф Этой Серии Сниматься Будет Сейчас Значит На сцене Стоит Одинокое Кресло Синий Нету Потому что Синий На гастролях Вы знаете Этот его Монолог Когда Мы грустим От того Что Ко всему Привыкаем Раньше Радовала Крыша На голову Теперь Раздражают Низкие Потолки Под этой Крышей Не тот Район Любимый Человек Жена Ближе Которого Никого Никогда Не было И нет Вот что Досадно Плюс Ее Замечательный Борж Со сметаной Но сам Борж Стоит Уже Здесь То же Самое Сработает Который Раньше Получал Удовлетворение За 100 Рублей В ресторане Под тебя Танцевали А сейчас Вот в Канаду И уже Не хочется Далеко И вот Один Мудрый Человек Говорил Надо Все Поменять Чтобы Вернуться И там Все Как Первый Головой Ныряешь Гастроли А там Все Новые Гостиницы Женщины Тараканы В гостиницах Кошмар Такой Что снова Снится Жена Значит Пора В дом В семью С возрастом Темп возрастает Не успев Плюнуть На работу Уже Рвешь На гастроли Из которой Хочется Бежать Приземлившись Едва Вот так Поэтому Человек Любит Переезды Потому что Он в пути Находится Между тем Что есть И то Что будет Что одно И то Женщины Нет В этой серии Он Проверяет Есть у него успех Или нет Стоит Одинокое Кресло И в нем Подарки Вот тебе Маленькая Машинка Которая Называется Кадиллак Сеня Это наш Жванецкий А Жванецкий Это Портфель Ты наш Арканов Сеня Ты наш Арканов Арканов Это сейчас Песня Песня Это Пугачева Пугачева Это Галкин А Галкин Это 50 на 50 Можешь попросить Помощь Зал И наконец Сеня Подарок От меня Он скромный Это Кубики Это обычные Простые Кубики Сеня На каждом Из этих Кубиков Есть Буква Их Всего 33 И каждый И каждый Из нас Может Из этих Букв Слагать Слова Мама Папа Триумф Юбилей И только Один Человек Это ты Эти кубики Простые Но тут Человек Тесеня Который Из этих Простых Букв Слагает Волшебные Произведения А что касается А что касается А что касается Адреса То он действительно Есть Я прошу Принести адрес Который у тебя Будет всегда Я тот человек Который Тебя Боготворю Ты самый лучший И я начинал С твоих Произведений Я думаю Помимо моего Адреса Найдутся люди В зале Которые Напишут Свои адреса Свои телефоны И по этим Телефонам Ты каждый День Можешь Звонить И они тебе Будут говорить Эти слова А что касается Цветов Которые Обычно Принято Дарить На юбилей Я попрошу Вынести Эти цветы Спасибо вам Спасибо всем Уважаемые господа Как было сегодня сказано Это специально изготовленные часы Они будут отсчитывать Ровно 10 лет И когда упадет последняя песчинка Мы опять встретимся здесь На 70-летие Семена Альтова Мы хотим Мы хотим Чтобы через 10 лет В этом зале Запомните свои места Собрались все Кто был здесь сегодня Без потерь Билеты Действительно До встречи Ровно через 10 лет Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому